Коллеги, здравствуйте! Сегодня у нас видос такой, как часто бывает на этом канале, не про что-то конкретное, а про поболтать. То есть, вроде бы и свет-то всякий мы посмотрим, и новый-то прибор себе в студию я купил, о котором очень хочу вам рассказать. Но при этом всё, есть и старый прибор, который оказался очень косячным. Короче, давайте обо всём по порядочку и с чувством, с толком, с расстановкой. Вот, значит, история следующая. Все вы понимаете, что я записываю свои ролики вот в такой импровизированной студии, которую я каждый, с каждым днём хочу сделать всё удобнее и удобнее, для того, чтобы я мог просто, ничего не включая, не переставляя, прийти сесть. Я на этом месте работаю, и при этом же всём я могу включить камеру, включил свет, и как бы свет, камера, мотор, звук, и поехали. Так вот, я недавно взял и с лёгкой руки распродал все свои приборы старые, которые у меня были, просто потому что их слишком много, они валяются, они не используются, а кто-то ими будет пользоваться. И, в общем-то, всем будет хорошо от этого. У меня был замечательный приборчик Talifo 120, вот такая вот модель, да, вот я вам сейчас её показываю. И он умеет питаться от V-Mount батареи, что приятно, и это классный, компактный прибор для работы где-то на выезде. Подумал я, естественно, в своё время оставил его себе после обзора, и думал, что он и будет моим основным прибором для студии. Но, блин, как я тогда ошибался, ребята. И сейчас, для того, чтобы продемонстрировать, вам не нужно даже делать никаких распаковок. Вот у меня замечательная SmallRig'овская V-Mount компактная батареечка. Мы включаем, прибор заводится, тишина. Вот с таким звуком работает этот прибор на любой мощности. 10%, кстати, ещё одно ограничение, минимальная мощность 10%. 10, 20, 30, 40, 100, неважно. Он всегда... А учитывая то, что световой прибор у меня стоит вот на расстоянии вытянутой руки, то есть до самой башки, где-то метр от силы, метр 10, метр 20, этот звук, он попадает на микрофон, и писать звук вот с таким прибором в студии попросту невозможно. И я понял, что этот Талифа, ну, блин, отправляется туда, откуда он, собственно, и прибыл, да? По большому счёту, на свалку истории. И опять же, не поймите меня неправильно, это не то, что какой-то хреновый прибор. Нет, просто для такой задачи он не подходит. Он прекрасен для того, чтобы взять его с собой на выездную съёмку, запитать там от V-Mount батареи и совершенно спокойно где-то на улице что-то светить. То есть вариантов применения масса, именно поэтому я его себе в своё время и оставил. Но, как оказалось, для студийного пользования он совершенно не подходит. И я тут же начал искать какой-нибудь бесшумный, вот абсолютно бесшумный прибор. Я знал, что от Godox существует какая-то моделька, которая вообще не обладает кулером, то есть там чисто пассивное охлаждение, это круто, в студии полная тишина. Думаю, я хотеть, я посмотрел, она старая достаточно, она стоит там over 30 тысяч рублей, и я понял, что, наверное, это не вариант. И учитывая то, что китайцы сейчас просто плодят свет, я не знаю, как вот не в себя, да, вот сейчас у меня приборы от Freewell. Freewell, господа, Freewell, это та самая марка, модель, да, чьи фильтры прямо сейчас у меня на камере. Фильтры, а теперь это свет. Я думаю, не ровен час, и какие-нибудь звуковые петлицы, да, радио тоже появятся от них. А может быть уже есть, я не знаю. Так или иначе, света китайского огромное количество, и я подумал, ну явно же кто-то из этих производителей уже делал какое-то решение, которое было бы студийным, которое было бы достаточно тихим, и абсолютно качественно бы выполняло ту самую роль. И я его нашел. И тут, вы знаете, сижу я такой приуныл, и просто беру и пишу Коле в Фоторейнже. Вы, наверное, многие знаете его, ссылочки в описании, естественно, тоже на его магазин, и вообще на все товары, о которых мы будем говорить, а будут. Пишу ему, Коля, такая проблема у меня, мне нужен свет, который бесшумный. Бесшумный, бесшумный, вот я слышал, годекс был бесшумный, но мне надо тоже бесшумный, но не годекс, какой-нибудь другой. И буквально через пару дней он мне пишет. Вот, Small Rig, ноль звука, ноль звука, там до 70% яркости. Я говорю, давай, будем разбираться. И вот так вот и произошел в целом вообще весь этот ролик, и в нагрузку он мне еще докинул разных световых приборов от Freewell, и сегодня мы будем их посмотреть. А все благодаря кому? Правильно, Николаю. Магазин проверенный, вы все его прекрасно знаете. На правах рекламы или нет, ссылки будут в описании. Я думаю, мы вместе поместимся в кадр, да. Вы чувствуете, какого цвета эта сумочка? Какого цвета эта сумочка, да, какой еще бренд делает именно вот такие же серенькие кейсы? Сумка, конечно, огромная для 120-ваттного прибора, но так или иначе. А вы только посмотрите на убранство внутри. Вот именно здесь у нас и лежал сам прибор, то есть здесь формовки вырезанные сразу же, именно таким образом, каким они, собственно, должны быть вырезаны. Здесь у нас прибор, под него вот такая вещица. Здесь у нас рефлектор стандартный, с защиткой вот с такой. Причем, наверное, ее можно использовать как конус, да, будет смешно. Такой вот точечка света, но, скорее всего, это не сработает. И вот здесь у нас был от него, соответственно, блок питания. Но так как этот цвет сейчас работает в кадре, весь этот ролик он и освещает, и вы понимаете, что тишина. Это означает, что да, именно он работает и никаких звуков он не издает. Что можно сказать? Прекрасная сумка, классная. Кстати, вот здесь вот, я не знаю зачем, но вот это вот крутая штука, да, это куча наклеек. Наверное, мой ребенок оценил бы, но, честно говоря, не я. И что хотелось бы еще увидеть, наверное, это пульт. Как правило, все кладут какой-то пульт управления, но SmallRig говорят, нет, мы, учитывая цвет сумки, Aputure, и у нас только приложение, никаких пультов, идите к чертовой матери. Ну и, конечно же, мы с вами далеко не будем ходить. Вот это приложение SmallGoGo, SmallGoGo. И у меня уже есть здесь этот светильник, то есть все так же, как обычно. Добавляем светильники, объединяем в группы, всеми режимами, всеми вот этими делами можно управлять. Причем это приложение просит, как всегда, зарегистрироваться для начала. Но если вы не хотите это делать, можно включить режим гостя, и даже в режиме гостя все ваши приборы сохраняются. То есть вот мы можем, бац, переключить на FX, и теперь у меня какая-то сумасшедшая вспышка. Давайте сделаем, чтобы эта вспышка была с мощностью все-таки в 20 единиц. Вот так вот. Это ужасно. Это ужасно. Папарацци. Lightning, да, это молния у нас. Вот пати. Пати. Интересно, да, он просто меняет мощность. Короче, сломанный телек, да. Точнее, не сломанный телек, блин. Сломанный телек, сломанная лампочка. В общем-то, все эффекты, эффекты на моноколорном, так как это 5600 чистый прибор, меня не интересует. У нас вот просто интенсивность, можно сохранять пресеты. И на этом все приложение нам больше не интересно. Я всего лишь рассказал о нем только потому, что у нас здесь нет пульта, да, в комплекте. И, соответственно, приложением нам придется пользоваться, потому что вы этот цвет повесили. В чем его главная фича? Внешне вы вот можете видеть, да, как он выглядит. Если честно, у меня есть некоторая, знаете, вот такая схожесть на подкорке. Как будто это амаранчик сотый, да. Амаран 100x, там 200x. Они выглядят примерно так же. Корпус пластиковый, но сделан достаточно качественно. Крепление, что важно, вот это вот. Оно затягивается с одной попытки. То есть чик, все, оно затянулось. Он висит у меня на стойке, вообще на стене. И у меня здесь 90-й софтбокс, ребята, 90-й. Совершенно спокойно все держится. Сам баунс байонет плотный, не хлипкий. Все это классно. Опять же, знающие люди говорят, что светит он на все 150 Вт. И это, опять же, 5600 модель. Она бывает и бикалорная. С точки зрения управления у нас просто две вертушки. Абсолютно мягенькие и приятные. Опять же, знаете, такая отсылочка к эпичер. Тумблер уже не просто вот цветом сумочки, а именно качеством самих вертушек, качеством вот этим тактильной обратной связи от управления. Да, мы можем только яркость настраивать. И, соответственно, мы можем эффекты все те же самые, что и в приложении выбирать. А также есть тумблер, просто тумблер на включение. Это важно. Я очень люблю всегда эту штуку. Ну и самая главная фича вообще, из-за чего мы здесь собрались, из-за чего весь сербор. Потому что вот совершенно любой прибор, который световой, да, который я брал последнее время. То есть вот сейчас в кадре работает еще один. Это Sakani X100 RGB-шный моноблок. Недавно совсем у меня на него был обзор. И опять же, так как мы болтаем с вами на самые разные отвлеченные темы, я сразу скажу, что этот прибор тоже имеет право на существование. Он достаточно бюджетный для именно RGB-устройств. И если вам нужен такой прибор, то он как раз-таки покрывает, закрывает свои задачи. Делает это достаточно качественно. Мне он понравился. Я им теперь пользуюсь постоянно. Так вот, он сейчас тоже в кадре работает. У него есть кулер. Он работает тихо. Но если бы он здесь был вот прям возле нас, то мы бы все равно чуть-чуть его слышали. Но он тихий. Как бы к нему претензий нет. Он вот стоит где-то в двух метрах от меня. Его мы совершенно здесь не слышим. А SmallRig у меня сейчас в соутбоксе. И опять же, его мы тоже совершенно не слышим. Весь кайф в чем? Вот я его включал. Вы видели, через приложение я его использую на 20%. 20-30% не более для записи вот таких блогов. Так вот, самое интересное, что можно сделать и больше. Я тестировал, и где-то начиная от 70%, он все-таки начинает шуршать кулером. То есть, вот здесь у него сделана настолько вот эта вот умная, знаете, какая-то система для работы смарт-управления кулером, что он до последнего, он нагревается, но он до последнего не шумит. Шуметь он начинает только, когда ему действительно жарко, когда вы работаете там на 100%, или он там на солнце у вас стоит, или еще что-то такое. То есть, вот там он действительно начинает работать. Но для работы в студийных условиях, когда ты на минималке используешь, ты реально хотел бы, чтобы любой свет вел себя так, чтобы он изначально вообще кулер не использовал. И это классно. Это, ребята, отлично, абсолютная тишина. Это совершенно точно будет теперь мой основной прибор, который вот повиснет здесь в студии. И все, таскать я его с собой никуда не буду. Если надо потащить, я возьму с собой и талифа, да, или любой другой какой-то прибор. А этот будет висеть в студии и выполнять свою роль. И еще один нюанс, о котором, наверное, стоит упомянуть, то, что вот в базе, когда вы покупаете этот цвет, он идет, соответственно, только с блоком питания. То есть, это чисто студийная история. Но вы опционально либо сразу можете приобрести такую комплектацию, в которой будет все иначе, либо можете докупить. То есть, там идет балласт. Соответственно, разъем у него это что-то типа DMX. По-моему, это даже DMX. То есть, он универсальный. И в этот разъем может втыкаться как блок питания, так и балласт. И, соответственно, когда у вас балласт, вы уже V-mount батарею туда подкидываете. И этот фонарь используете еще и на выездных съемках, если это вам необходимо. Но, опять же, в базе он идет подешевле. В базе у него этого нет. Но вы можете приобрести другую версию, если вам это нужно. Опять же, это приятно, потому что многие другие световые приборы, они просто вот, они либо обладают возможностью питания от батареи, либо не обладают ей. И, впоследствии, вы не можете ничего докупить. Или просто приобрести комплект либо такой, либо такой. Просто вот прибор, его сконструировали, сделали таким образом, что он просто студийный. Или с возможностью выезда, да, с возможностью выездной работы. Вот, вот это и фишка. Здесь же это опционально. И вы можете приобрести и такую, и другую версию, соответственно. И на этом, я думаю, можно заканчивать. Во всем этом ролике и во всех последующих видео, которые будут выходить, я надеюсь, на данном канале, вы будете видеть работу именно этого света. Я вышел на тропу войны. А теперь распаковочка. Смотрите, как я уже сказал, производитель Freewell. Это та фирма, тот бренд, который у нас изначально всегда делал какие-то фильтры. Одни из которых прямо сейчас, вот прямо сейчас работают в кадре. И, ребята, я вам скажу, сейчас мы с вами посмотрим, а что же они предлагают нам, что они нам предложат в стане каких-то RGB приборчиков. И вот в данном случае это у нас Pocket RGB Video Lite. Ой, какая малышка, какая компактная штучка. Вы только посмотрите. А вы только посмотрите вообще, на что это у нас. Вот знаете, почему я решил записывать этот ролик именно так? Понятно, что про этот цвет можно там мерить какие-то характеристики, можно еще что-то делать. Но вы что, вы смеетесь? Вы серьезно? Мы будем этим заниматься? Это никому не нужно. Мы просто возьмем, и как будто бы это был стрим, но это не стрим. И вот так вот распакуем, вах-вах, посмотрим, а что это такое. А это я вам скажу, самый настоящий Apture, да, который вот Apture MC, малышка. То есть мы видим вот эту вот резиновую, замечательную штукенцию, которая делает этот цвет более мягким. Сам он супер компактный, тонкий, просто как карточка. Опять же, отдельный лайк за то, что кнопочка включения, это действительно кнопочка. У нас здесь же Type-C, и у нас качелечка вот такая, при помощи которой мы с вами можем проценты накидывать. Да, вот он у нас включается, уже загорелся. И при этом же всем нажимаем на нее, и мы можем уже цветовую температуру регулировать. В данном случае 8500 Кельвинов, и, наверное, 2500. 2500, делаю ставку, да, 2500. Вот, соответственно, такая история. И при этом же всем должна быть какая-то кнопочка Mode, которая у нас будет переключать режимы. А, надо подержать, конечно же, надо подержать на эту штуку. У нас переключается режим, и теперь это у нас уже HSI. Соответственно, бамс, бамс, и вот у нас RGB какой-то фонарик, который непонятное какое-то освещение. Кстати, вот примерно как у меня там на фоне. Нам делает, опять же, мы сразу можем видеть, что здесь, вот давайте я потише сделаю, либо вообще выключу. Здесь у нас посередине идет 3 ряда, 3 ряда по 6, то есть 18 диодов, которые, судя по всему, RGB, и 4 ряда диодов, которые у нас теплые и холодные. И, собственно говоря, вот таким образом это все и делается. И самый главный тест. Так, что у нас? У нас магнит. У нас магнит, да, все, вот на системник свой я прилепил. Ну, здесь у нас соответствующий знак. Глупо было бы, если бы магнита не было, да, мы можем видеть, что, да, это магнит. При этом всем у нас вот такая вот мягенькая, соответственно, резиночка. Да, кстати, есть какие-нибудь эффекты? Эффекты прикольные есть какие-нибудь? Хочется увидеть. RGB, как всегда, у всех теперь такой режим. Вот, сцены, да, сцены. Lightning. Lightning. Lightning 2. Cinema. А, это кинотеатр, наверное. Полиция. Скорая. Ну, с таким фонарем, вот с таким крошечным, да, никаких, знаете, сюрпризов. Сюрпризов от него ждать, что вот здесь будет какое-то что-то. Вау, вау, вау. Сюрпризов не будет. То есть это будет совершенно обычный заурядный фонарь. Он очень похож на Apture MC. Это вот та самая модель. MC, по-моему, она называется. С ними еще бывает, знаете, такой кейс, где целая куча этих Apture. Они беспроводные. Еще и там по беспроводной зарядке постоянно заряжаются. В общем, как бы кайфец, да, в этом плане. Давайте посмотрим, может, в коробочке что-то еще интересное есть прикольное. Так. А что здесь прикольное? А прикольное здесь есть. Во-первых, это, я так понимаю, магниты на двухстороннем скотче. Да, положили четыре магнита на двухсторонке для того, чтобы мы с вами могли кайфануть в полный рост. Есть вот такая вот небольшая головочка для того, чтобы установить его на холодный или горячий башмак камеры. И прекрасный ворсяной вот такой воплёточки USB Type-C. В общем-то, что касается комплектации, все достаточно интересно и полно, да, я бы так сказал. То есть, смотрите, я могу сделать вывод. Вот даже несмотря ни на какие его характеристики, там, сколько он времени работает, что там, сколько жрет, сколько прет, это все совершенно не имеет значения. В данной ситуации, смотрите, как происходит вообще, как работает рынок, как вот он решает или не решает в некоторых случаях. В данной ситуации этот фонарь, вот сейчас я вам где-нибудь здесь ссылку покажу. Ну, вот он стоит либо нормальных денег, то есть в России, в Китае, там, не важно, либо он не попадает, вот не бьется он в конкуренцию, например, с той же Aputure. То есть, кому нужен вот такой компактный классный фонарь, который работает в экосистеме еще к тому же, они возьмут, скорее всего, вот эту вот MC-шку. А те, кто вот немножечко неформальный, это, знаете, это как покупатели камер Fujifilm. И ничего плохого я про них не хочу сейчас сказать. Это просто не совсем стандартные люди, которые обычно любят идти против течения. Так вот, если это люди такие, то они могут такие, так, Freewell. А на самом деле, там еще, кстати, вот, GetUp, смотрите, огромное это. Там еще есть и куча других производителей. И вот среди них появился теперь и Freewell. Хорошо ли это? Да, конечно, хорошо. Потому что чем больше, чем больше вот таких вот железяк, я вам повторять просто не устану никогда. Чем больше таких железяк на рынке, тем дешевле каждая конкретная эта железяка стоит. И для нас, для потребителей, здравая конкуренция в стане производителей такого рода техники, это всегда плюс. Это не бывает никаким минусом, совершенно, никогда, никогда. Это всегда только плюс. Итак, Freewell RGB Video Tube Light. Давайте посмотреть, что у нас здесь. Здесь мы видим совершенно такой же прекрасный провод в оплёточке. Мы видим, опять же, несколько пятачков вот таких замечательных. И мы видим сам прибор в ворсеном вот таком чехле. Что приятно. Ого, какой он интересный. Ну вот сразу же могу сказать, недостаточно они заматировали вот эту поверхность. И мы через нее видим диоды. Я их вижу точно. Соответственно, здесь два ряда желтых и белых. И посередине ряд RGB диодов. Вот такая история. 8 ватт, 2600 мАч. А вот 2600 мАч для такого прибора это хорошо. И сразу же, вот, ребята, я настолько уже много всего этого видел. Я, ребят, вам сразу могу сказать, то, что Power нам надо удерживать, это вот, ну, это как-то по-козлиному. Это не по-православному, я называю это так. Вот то, что есть вертушка, это однозначно лайк. Вертушка, да, вертушка это кайф. Вот у меня на фоне там тоже стоят RGB какие-то жезлы. Совершенно не знаю зачем. Просто вот они там стоят. Они просто там есть. Вертушка это однозначный лайк. То есть при помощи нее мы можем вот так вот очень лихо накрутить. Режимы переключаем. У нас HSI. Так, и кнопочка. Здесь, конечно, управление поудобнее. Как я и сказал, посередине ряд. Давайте я потише сделаю. Посередине ряд RGB диодов. Посередине. А по краям, по краям у нас так. Давайте мы эффекты все эти пропустим. Естественно, здесь в таких бюджетных фонарях не стоит ожидать никаких адресных диодов. Никаких вот таких историй. Ничего из этого не будет. Просто вот угомонитесь сразу же. Никаких адресных, ничего. Эпичер с адресными диодами стоит пятнашку. Вот такой же короткий, но с адресными диодами, где диодов вообще не видно. Смотрите, две линии. Две четкие линии. Блин, вот 1% слишком ярко, да, на камеру. Вы не понимаете. Две четкие линии разного цвета диодов. Ну, это прям в 2022 году так делать нельзя. Это на уровне самых худших. Вот знаете, какие-то люксео я видел трубки или еще что-то. Вот на уровне примерно оттуда же. То есть диоды прям четко различимы. Понятно, когда вы светите на что-то, вам как бы и, собственно говоря, без разницы, да. Но вот если светить, например, на телефон, который вот заблокироваться бы должен, вы, наверное, даже в телефоне видите в отражении, что там диоды. То есть это не просто лучик по ним проходит, а диоды по ним проходят. А это, я вам скажу, уже важно. Это, ну, важнее, чем что-то другое. Поэтому сразу же вот так вот с легкой руки я могу сказать, что этот приборчик, возможно, он очень долго работает. Потому что 2600 мАч. Опять же, магниты, магниты, да. Вот здесь все шикарно. Магниты повесили. Все. Лайк, подписка, колокольчик. Но вот включение удерживанием. Одна вертушка. Ну, собственно, как и у всех. Наличие диодов вот здесь. Вот все, что меня расстраивает в этом фонаре, на вскидку, только наличие диодов. Во всем остальном, ну, если дешево стоит, имеет право на существование. Как ни крути. То есть, да, у нас в чехольчике совершенно, опять же, стандартная история. Ну, и давайте перейдем к самой длинной палке. Она, я так понимаю, уже была распакована кем-то. Up Control, CCTV, сцены, HSI. Вот здесь вот мы немножечко, я не знаю даже, как это сделать. Здесь уже кто-то абсолютно варварским способом до нас его распаковывал. И, ну, вообще, пока мы болтаем, да, опять же, это же отвлеченный разговор. Могу сказать, что никакой жезл световой меня не удивил за последнее время так, как это сделал, собственно, Aputure с адресными светодиодами. Еще я очень жду своей личной встречи с фонарями от Non-Light. Это линейка 30X. Это большие метровые трубы с адресными диодами. Также есть астериги с такими же диодами, но пока я не знаю. Опять же, ребята, вот я только открыл, сразу мы видим. Не знаю, пока с астеригами у меня тоже связи никакой нет, поэтому тот астериг, который я видел когда-то давно, он был неадресный. То есть это был самый обычный фонарь с ужасным управлением, с не очень качеством исполнения, но очень долго работал, хорошо светил и управлять им реально было, только с приложения. То есть управление на самом фонаре отсутствовало практически как класс. Что мы здесь видим? Абсолютно ту же самую историю, только чуть больше. Здесь мы можем понять, что уже мощность 18 Вт. Если в прошлом случае было 8, по-моему, здесь 18. Батарейка на 4050 мАч. 2500-8500. То же самое удерживаем для того, чтобы включить CCTV 1% и снова видим два ряда диодов. Ребят, я вам напоминаю, два ряда диодов вместо вот такого слитного луча. И сейчас, учитывая экспозицию, которая настроена в камере, вы можете подумать, что их не видно вот так вот. Плюс еще вот glow эффект от фильтров и, казалось бы, ни хрена не видно. Я их вижу глазами. И если мы будем вводить... Вот я по темному экрану ноутбука вожу. По темному экрану ноутбука вожу. Вот. Вы посмотрите в ноутбуке, что сейчас происходит. В ноуте у меня там прям конкретно два ряда диодов. И точно то же самое, если мы цветной режим включаем с вами, да. Яркость. Бац. И здесь один ряд диодов. Видите? Один ряд диодов, который посередине. Вот такая вот история. Собственно говоря, такое чувство, что на этом этот обзор вот этих всех вещей его можно совершенно точно заканчивать. Потому что точности такое же управление, тот же самый Type-C, визуально тот же самый фонарь, есть возможность замагнитить. То есть, что я могу сказать? Если это стоит недорого, то совершенно точно, равно так, как и другие любые китайские производители, оно имеет право на существование. И да, я говорил, что действительно попадаются еще, попадаются до сих пор приборы, которые вот, ну, не могут они достаточно вот такую матовую поверхность сделать, для того, чтобы мы отдельных светодиодов не видели. Но в наше время это уже просто вот неактуально. Достаточно давно, даже вот хамелеон стародавний, который у меня там стоит, Apture вот этот вот новенький, который там стоит, они все уже не обладают этим. Ты включаешь его, ты не видишь, ты не сможешь там рассмотреть ни при каких условиях. Ни одного диода, не сможешь увидеть отдельных каких-то световых пучков, все будет абсолютно плавно и комфортно. И, как я уже сказал, если вы светите куда-то, на стену, еще там на что-то, для вас пофигу, есть там диоды или нет. А когда вы там, допустим, это маленькие трубочки, вы очень вполне себе возможно, что для предметочки, для каких-то предметных продукт-шотов будете его использовать. И когда он будет в каких-то бликующих поверхностях, там будет не луч света, а будут чертовы диоды. Ну, это не кайф. Это не кайф. Но так или иначе, учитывая, например, если мы будем ссылаться на стоимость, то это еще один игрок на рынке. Еще один игрок на рынке, который совершенно точно имеет место быть. Ссылочки я все приложу в описании. Также заходите вообще к Коле, смотрите. Я думаю, те, кто в Москве живет, и так его прекрасно знают. То есть, если вы приезжаете, как говорится, на личную встречу с бабками, с наличными, то можете рассчитывать, естественно, еще и на скидки. Не знаю, можете сказать, что зашли даже от меня. Возможно, вам какой-то бонус там или, не знаю, там пинка дадут под задницу. Это, конечно же, был юмор и сарказм. Но, так или иначе, в общем-то, ребята, мы сегодня с вами рассмотрели еще несколько представителей китайской светоиндустрии. И это не первые и не последние приборы. Их будет огромное количество, и не закончатся они примерно, я думаю, никогда. Но сейчас, знаете, в рамках некой затравочки. Вот у меня здесь всю дорогу стояли прекрасные вот такие замечательные вещи. Раз, замечательные вещи. Два. И, наверное, где-то здесь еще замечательные вещи. Три. Это, чтобы вы понимали, линейка объективов от SiRui. Полнокадровые аноморфоты. Причем, если на 50-е у меня какой-то обзор довыходил когда-то, то в данной ситуации мы имеем дело с 35 мм Т2.9, естественно, и 100 мм Т2.9. На 100 мм мы с вами на аноморфотном объективе с коэффициентом искажения 1.6 мы сможем уже увидеть какие-то действительно интересные изображения. И помимо всего этого есть насадка от той же компании, которая на сферическом объективе обещает нам коэффициент 1.25 на сферическом объективе. Сделать такой, знаете, небольшой аноморфотный лук. А вот на аноморфотах от SiRui она нам обещает довести коэффициент 1.6 до коэффициента 2.0. Опять-таки, вы все должны понимать, что это интересно и актуально для камер с возможностью записи OpenGate. Потому что вот на Соньке, например, на которую я себя пишу, коэффициент 2.0 сделает просто вот такое вот изображение, абсолютно неактуальное. 1.6 там за глаза и даже 1.6 это уже больше. Это уже больше, чем всем привычный CinemaScope. Так или иначе, это просто затравочка. Сегодня мы в свободной форме поболтали про свет. Самое главное, что у меня появился новый прибор в студии, который бесшумно, прекрасно будет освещать все мои ролики и стримы. И да, очень надеюсь, что мы с вами скоро встретимся на стриме и уже в режиме свободного микрофона пообщаемся, поотвечаем на ваши вопросы. Я надеюсь, что это видео было интересно, развлекательно, возможно, даже информативно. И вы были на канале Budget Filmmaker. Мы с вами увидимся уже совсем скоро. Берегите себя, ребята.